МАГИСТРАЛЬ Величественная панорама выставки. Много здесь чудесных дворцов-павильонов, в которых демонстрируется передовой опыт новаторов и стахановцев сельского хозяйства. МАГИСТРАЛЬ На широкой аллее, ведущей к площади механизации, расположен павильон Татарской Автономной Советской Социалистической Республики. Нынешняя столица Татарии, Казань, была одним из крупнейших революционных центров. Сказанию связано имя величайшего гения человечества, вождя мирового пролетариата Владимира Ильича Ленина, который здесь учился и вел революционную работу. Макет дома, в котором жил Ленин. Образованная 20 лет назад по инициативе Ленина и Сталина, Татарская Автономная Советская Социалистическая Республика стала цветущим краем. Большой стенд посвящен Актанышской МТС, одной из лучших не только в Татарии, но и в Советском Союзе. За выдающиеся успехи МТС награждена Орденом Ленина и дипломом первой степени выставки 1939 года. Славится в республике и колхоз-активист Нурладского района. За три последних года его средний урожай составил 12,3 центнера зерновых с гектаром. Посланцы колхозов национальных республик знакомятся с достижениями татарии в области огородничества. Все виды овощей обильно родят социалистические поля. Колхоз-память Ленина с каждого гектара собирает по 186 центнеров картофеля. Успешно развивается в республике и садоводство. Сады колхоза «Дружба» дают прекрасные яблоки. Особый стенд, посвященный изделиям заводов и фабрик. Продукция кустарной промышленности. Художественно расшитая обувь известно по всему Союзу. Большую популярность снискали себе изделия валяльно-обувных предприятий, для которых социалистическое животноводство дает отличное сырье. Павильон Татарской Республики ярко демонстрирует победы ленинско-сталинской национальной политики коммунистической партии. Павильон Татарской Республики ярко демонстрирует победы. Продукция кустарной промышленности.